В чем проблема? Сувенирщики говорят, если вы, позвольте, я вас так называть, непростоты, что мы производим-производим, а вот туристы мимо нас приезжают, а вот туда заезжают, но там еще там что-то, а вот к нам не заезжают. Турагентство говорят, как турагентство говорят, Наталья Вадимовна, что мы бы заехали, мы бы заехали, но нужно, ну, хорошо, я не ссылка к вам просто, я в том смысле, что ответить на турагентство, а турагентство говорят, мы бы вам заехали, но нам нужно выстроить отношения таким образом, чтобы у нас им был взаимный интерес, то есть комиссии, я не знаю, там еще что-то, ну, как-то надо договориться. Вот, в рамках вот этого договориться мы сегодня собрались. Наверное, уже пора в открытую заговорить о каких-то взаимоотношениях на коммерческой основе, потому что это принято во всем мире, и я, в общем, всегда, мое личное мнение, конечно, и кто не будет вводить, не вводить субинерный магазин, пока в этом не будет интересно. Своим, потому что, вот, я всегда говорю, что это ваше личное дело, у тебя есть взаимоотношения с магазинами, с производителями, пожалуйста, но если у кого-то из... это ваша продукция, это ваши субинерные магазины, и вы должны быть инициаторами предложения каких-то подворов, проектов подворов, на основе которых будут строиться, будут строиться взаимоотношения. Вот кто-нибудь имеет опыт работы непоспольный, так что вы привели в руки, да, может быть, что-то более современное и юридически обоснованное? Кто-нибудь из представителей? Вы привезли группу, и вот они купили условно на тысячу рублей, и 5% от этих тысяч рублей, и вы получаете, да? Да, все законно, как говорится, все согласно договору. То есть я подал документы, паспортные данные, юристы проверили меня там, вы заключили договор, вы заключили как физическое, да, как физическое. Также они сказали, что они с удовольствием готовы заключить, если вы туроператором, туроператором, туроператором. Налоги, которые в этом случае платят, они или вы? Вы получили доход. Сзади дел. Вы как физическое лицо должны изводить 13% договора налога, то есть вы это помните и не знаете, да? Может быть, сделать хотя бы исключение вот такие мероприятия, где вот действительно стоят производители, вот здесь паспорт 30 точно в зале мастеров, которые там торгуют. Они сами производят продукты, сами стоят, и снег стоят, и дождь стоят, и ветер стоят, там очень ветер на трога площадка. То есть, как вам еще 10% подало? Я сама лично слышала, потому что с того, что вам говорят, сюда не надо, давайте не будем распредаться, мы пойдем в другое место купим. Или здесь дома, давайте в другое место купим. Это дорого, ключевая фраза. Это дорого, здесь делать нужно, чтобы правильно. Поэтому мы как-то тоже не можем как-то ловить на руку, потому что мы делаем, я хочу сказать, одно и то же дело. В прошлом году, когда точно такое же совещание было, я поверил, поверил, что нам, скурсоводным, что-то попадет туда. И мне, я хочу сказать спасибо агентству, меня приглашают, я обычно вожу их гостей. Ну, их гости это были такие очень привидевшие на все сувенирные изделия, которые они хотят, только татастанской и только ручной работы. Ну, в Кремле, как вы сказали, есть ярмарка, где столов. Я повел к одной даме, прекрасной даме. И моя гость, я покупала на 16 тысяч рублей хорошие вещи. Второй группа, опять так же три человека, опять две гости, опять книжек повел. А я говорю, сдалека сначала, намеком. Другой раз. И опять так, что вы думаете? И этого другого раза, уже слава богу, полгода, как я жду, и нету. И таким образом, это не классно такое соглашение, что есть у меня опять угодочка. Спасибо, тоже перечисляю, по телефону известно, перечисляю моего счета, знаю. Таким образом, давайте работать на честность. Мы, к аритектуре, ищем хендмейл, и ручную работу, и августы какие-то вещи народно-художных провозок. Почему же нам в галереи хотя бы один раз в толпу не прислали? Мы платим огромные деньги за аренду. Так люди не могли вытащить мастера, а те бросают эту работу уже, потому что не могут вытащить эту арендную плату. А вы не делайте рекламу, как туристы. Вообще, чем вы их кормите? Что вы? Давайте, давайте, магнитами, я помню. Ничего, как, до народно-художных промыслов, ну, сделайте какой-то магазин, салон, оборудование. Мы должны нуждать работу. Два, максимум три. Мастера приносят свою информацию. Ребят, бесплатно. У меня поток 18 тысяч человек проходит за сезон. Мы не штампунь, у нас мелкие. Я вам же говорю про штампу, когда меня спрашивают, куда сходить и где купить ваш хендмейл, я не знаю, куда отправиться, потому что вы мне об этом рассказали. Да нам, да вы пришли и купили. Вы не понимаете, что меньше. Покупательская способность упала, тем более, сейчас в таком деле, ну, не сезон, скажем, потому что лета мы не берем внимания. Я предлагаю, и, знаете как, мы очень часто слышим даже от жителей нашего города, от каких-то чиновников, да, где купить ту или иную продукцию, где купить, даже местные жители, чиновники не знают зачастую, что производится у нас, ну, в городе, да. Поэтому, как туристу найти эти вещи, ну, какие-то эксклюзивные вещи, сувенир, у которых не сплошной Китая, то есть только в министерстве. Вы об этом не рассказываете.